Всем привет! В этом видео у нас будет распаковка заказа из интернет-магазина КопиВип. Доставку я выбрала в центр Пикпоинт, но также на сайте можно было выбрать и курьерскую доставку. Итак, давайте же посмотрим, что же мне пришло. Для заказа я выбрала аксессуары из магазина Зарена и Лав Репабли. Первым у нас идет сумочка черного цвета из магазина Зарена с золотистой фурнитуры. У нее такая интересная кожа, как под крокодила, но это, конечно же, искусственная кожа, искусственная кожзам. И посмотрите, у нее такой интересный акцент, вот этот кругляшок, который посередине, и он меня очень зацепил, и мне он очень сильно понравился. Сумочка сама по себе небольшая, но она имеет два отделения, которые на замочке, и она сама по себе, видите, она такая узенькая, что тоже мне очень понравилась. Ремешок у данной сумочки просто обыкновенный, такой кожаный, то есть без цепочки. Для бесплатной доставки я просто кинула товары для добивки в корзину, это у меня такой баф и соль. Сейчас хочу детально вам показать эту сумочку, чтобы смогли рассмотреть качество кожи и всю ее фурнитуру. Смотрите, как она блестит на свету, это я снимала напротив окна. Мне, кстати, где-то сумочка сама по себе очень понравилась. Хочу рассказать сейчас о небольшом минусе, который меня расстроил. Я, в принципе, люблю сумочки из магазина Зарина, но в этой, данной сумочке, очень скучная подкладка. Я позже покажу сумочку, которая у нее уже была из этого магазина, и там такая интересная золотистая подкладка. А здесь она довольно-таки скучная, черненькая, но, в принципе, меня это не расстраивает. Я все равно сумочкой осталась очень довольна. Тем более, я сделаю ее с довольно-таки большой скидочкой, и мне она очень нравится. Я очень надеюсь, что эта сумочка, она подойдет к моему гардеробу. Итак, давайте же смотреть следующую. Дода, я решила еще поближе показать ремешок. Он, кстати, регулируется на любую длину. Все сумочки у меня будут, в принципе, в кадре стоять. То есть, видите, там сейчас еще на заднем фоне еще одна черненькая, небольшая, но к ней мы подойдем поближе. А сейчас у нас будет сумочка из магазина Love Republic, которая просто покорила мое сердце, и которая мне очень-очень нравится. Первое дело, что мы видим, что она такого светло-серого цвета, она еще была, кажется, в черном, и она на таком замочке. Внутри у нас один большой карман на замочке, один такой маленький, и, знаете, такое интересное отделение, как для карточек различных. Но я не знаю, нормально там будет их использовать или нет. Замочек мне, в принципе, понравился. Это обыкновенный кармашек для всякой мелочевки. Сзади кармана нет. Кстати, на предыдущей сумочке сзади тоже кармана нет. И мне, кстати говоря, этого кармана очень сильно не хватает, потому что неохота постоянно для мелочевки раскрывать сумочку. У данной сумки у нас цепочка идет, и, знаете, эта цепочка, она довольно-таки качественная и тяжелая, очень тяжеленькая, но приятная такая тяжеленькая, нелегкая фурнитура. Вот сумочка, она может, ремешок на сумочке может быть как длинненький, так и коронтикий. Но ее нельзя носить через плечо, лично у меня это не получилось, а можно носить только на одно плечо. Третья сумочка и последняя, это сумочка, которой я осталась меньше всего довольна, и которая мне не очень понравилась. Она очень похожа на мою предыдущую, видите, у нее внутри только один замочек, туда даже телефон не помещается, это просто для карточки. У нее неудобная заклепка. Еще мне не нравится то, что у сумочки жесткая форма. Далее я сейчас покажу вам цены. Это у нас сумочка Love Republic, которая мне очень сильно понравилась, и она еще, кстати, есть на скидках во многих магазинах, обратите на нее внимание. Эта сумочка тоже покорила мое сердце, но она, кажется, уже пропала со скидки, но можете запомнить арктикул и посмотреть где-нибудь в интернете на маркетплейсах, она обязательно, я думаю, еще осталась. И третья сумка, которая мне менее всего понравилась, но я ее тоже оставлю, так она будет просто для разнообразия, либо я ее потом кому-нибудь подарю. Кстати, у всех сумочек мне понравилось, в принципе, качество кожи. Для добывки я взяла вот этот баффик, он такой интересненький, с дырочками для пальцев, я думаю, будет очень удобно. И далее у меня такая черная соль. На самом деле, когда я заказывала эту соль, я думала, что она по факту будет черного цвета, но она, видите, такая бледно-розового цвета. Соль я еще не пробовала. Мне хочется надеяться, что эта соль придаст блюду какой-нибудь такой интересный оттенок, но я ее еще не пробовала. Как я ее попробую, то обязательно поделюсь своими впечатлениями. Все, всем большое спасибо и пока!